МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Средственно, после получения коммерческого подкупа в виде очередной ежемесячной суммы денег. По версии следствия, в период с августа прошлого года по 20 мая года нынешнего, включительно, конкурсный управляющий незаконно получал коммерческий подкуп в виде денег в сумме 50 тысяч рублей ежемесячно за совершение действий бездействий в интересах дающего, входящие в его служебные полномочия в виде улучшения финансового положения общества в общей сумме не менее 500 тысяч рублей. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Следственным отделом по городу Кимра регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников Кимрской школы-интернат, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 236 Уголовного кодекса нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. По версии следствия, вторая смена работы вахтовым режимом Государственного казенного образовательного учреждения Кимрская школа-интернат началась 4 мая текущего года. За две недели до начала работы все сотрудники были письменно уведомлены о соблюдении режима самоизоляции. Непосредственно перед заступлением на смену работники прошли лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию. Каждый из заступивших на смену подтвердил личной подписью в журнале сведения о том, что контактов с лицами из группы риска не имели и режим самоизоляции соблюдали. 11 мая текущего года сотрудница школы обратилась к руководству с жалобами на недомогание. После тестирования ей был поставлен диагноз COVID-2019. Аналогичный диагноз поставлен воспитателю. В учреждении в настоящее время находятся 19 детей и 10 работников школы. По данным лабораторных исследований от 19 мая, у 14 детей и 5 работников учреждения подтвержден диагноз COVID-2019. Сейчас из 19 детей и 10 работников школы, по данным лабораторных исследований, у 14 детей и 5 работников подтвержден диагноз COVID-19. В результате проверки, проведенной прокуратурой, показали, что сотрудница школы, у которой первой диагностировали коронавирусную инфекцию, а также ее супруг 4 мая заступили на вахту, указав в журнале допуска сотрудника на рабочее место, что режим самоизоляции они соблюдали, контактов с лицами группы риска не имели. В результате проверки, укрыв факт заболевания своей дочери, у которой 25 апреля текущего года было подтверждено заболевание COVID-19. Таким образом, супруги, сокрыв от руководства школы-интерната информацию о контакте с заболевшей, совершили нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. В настоящее время следователями Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается. Расследование продолжается.